Привет, с вами Анико. Нашего сегодняшнего гостя зовут Антон Сафонов. Антон – основатель стартапа Плави, платформы для улучшения коммуникации с аудиторией во время презентации. В Плави зрители могут находиться в любой точке мира и при этом активно принимать участие в мероприятии. А в остальных уникальных функциях приложения и о том, как переехать из Украины в Берлин и открыть свой бизнес, вам расскажет Антон. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не переключайтесь. Всем привет! У нас сегодня в гостях Антон Сафонов со своим приложением, стартапом Плави. Это платформа, которая позволяет сделать ваши презентации более интерактивными, а также взаимодействовать со зрителями в режиме онлайн. Можешь, пожалуйста, рассказать про свой стартап? Да, ты правильно сказала, что Плави – это платформа или инструмент, которая построена для презентеров, в которой ты можешь свою существующую презентацию, которую ты создал в любимом инструменте, которым ты пользуешься, загрузить и добавить к слайдам определенные функции, которые добавляют интерактивности всей презентации. Таким образом, мы пытаемся решить проблему внимания аудитории. Очень много есть исследований, которые говорят о том, что когда презентер представляет свою информацию, ее аудитория не усваивает так, как этого хотелось бы презентеру. Нехватка внимания, возможно, не совсем ясный материал или непонятно, как презентер его раскрывает. И у нас есть некоторые функции, например, возможность подключиться со своего девайса к презентации и задать вопрос презентеру, и презентер сможет его потом либо после презентации, либо в время презентации ответить. Также, если у презентера есть модератор, он также может в режиме онлайн, реал-тайм, отвечать на данные вопросы. Это онлайн-платформа, то есть ты можешь использовать свой девайс, находясь в аудитории, либо где угодно, подключиться к презентации. То есть таким образом презентер может расширить свою аудиторию. Так как в этой платформе есть аудио-стриминг, люди также будут слышать, что, соответственно, презентер говорит, не находясь в аудитории. Что еще стоит отметить, что при переключении слайдов на твоем девайсе слайды также автоматически переключаются. То есть ты можешь просто подключиться к презентации, сидеть, смотреть на свой девайс и следить за презентацией, как будто бы если ты находишься в самой аудитории. А как ты можешь управлять своей презентацией? Точно так же с пультом или у тебя автоматически слайд за слайдом меняется? Как презентер ты имеешь в виду? Как презентер, да. Есть несколько режимов. Все зависит от того, как ты проводишь презентацию, то есть какой девайс ты для этого используешь. То есть если ты ноутбук, либо телефон, либо планшет, у тебя есть админский интерфейс, то есть есть всякие кнопочки, с помощью которых ты можешь переключать слайды, ставить на паузу, запускать вопросы, просматривать список вопросов, которые были заданы аудиторией. Либо смотреть, кто сейчас подключен, сколько юзеров подключено к твоей презентации, чтобы видеть, понимать, сколько людей вообще тебя сейчас слушает и смотрит. А можешь немного рассказать подробнее про функции? То есть у вас же есть разные функции, которыми можно тоже пользоваться. То есть это не только онлайн, это еще и голосование. Есть возможность презентеру задать вопрос, так называемый полы, своей аудитории. Это работает таким образом, что ты заранее на определенный слайд задаешь какой-нибудь вопрос, создаешь его через админ интерфейс в самой платформе. Когда ты переключился на конкретный слайд, то у всех пользователей, у них появляется на их экране девайса, к которому они подключены, появляется определенный сигнал, они могут на него кликнуть, и этот вопрос появляется. И соответственно вся аудитория может ответить на один и тот же вопрос, который задал, или на несколько вопросов, которые задал презентер. Таким образом ты видишь это как опрос. Расскажи, пожалуйста, про конкурентов. Есть же уже много всяких подобных платформ. Чем вы отличаетесь от других? Да, на самом деле конкурентов очень много. Есть несколько определенных фич и подходов, которые мы используем, которые нас отличают. То есть самое первое, что большинство, около 95% всех наших конкурентов, они подходят к вопросу презентации, начиная с построения самой презентации. То есть они делают presentation builders, то есть непосредственно инструменты, с помощью которых ты можешь создать эту презентацию. Мы этот шаг полностью пропустили, потому что мы хотели изначально сфокусироваться на часть самого презентирования. Все существующие решения не предоставляют достаточное количество инструментов, которые бы могли улучшить процесс самого презентирования. Что касательно конкретного функционала, например, ни у одного из наших конкурентов нет функции записи. Из-за того, что мы пытаемся решить вот эту проблему внимания аудитории с помощью вопросов, квизов, фидбэк от презентера к аудитории, от аудитории к презентеру, мы можем получать данные про аналитику, то есть понимать, сколько человек, допустим, проводит там времени на конкретном слайде, там может быть на какие области он там кликает, то есть собирать такую статистику, аналитику. Какие у вас есть варианты? Есть платные, есть бесплатные варианты подключения к вашей платформе? На данном моменте у нас есть три плана, бесплатные и два платных, есть средние, точнее маленькие и средние, возможно, потом у нас будет еще больше опций. Стратегия, которую мы выбрали, заключается в том, что бесплатный план, он достаточно ограниченный в плане количества презентаций, которые ты можешь провести и времени презентирования самого, но тебе доступны практически 90% всех, всего функционала, то есть ты можешь все просмотреть, и если тебе понравилась наша платформа, и ты хочешь продолжать ее использовать, тогда, пожалуйста, ты можешь улучшить свой план, перейти на платный, и там у тебя будет больше времени для презентации, больше людей сможет к ней подключиться, и также увеличится количество тех презентаций, которые ты можешь загрузить. А как это ограничено по времени? Ограничивается время аудио-стрима. В бесплатной версии это полчаса в месяц. Ты можешь провести неограниченное количество презентаций, но в общем количестве это будет полчаса. В том случае, если ты пользуешься аудио-стримом, то есть если ты его не включаешь, то, соответственно, здесь лимитов никаких не будет. А сколько у вас в команде сейчас? Я и мой друг, мы два кофаундера, мы оба инженеры, но у нас есть некоторые ребята, друзья, которые немножечко нам помогают в некоторых аспектах, некоторые вопросы по дизайну, возможно, по контенту, может, что-то где-то по фронтенду, какие-то небольшие задачи по верстке. Но в целом весь продукт мы разработали вдвоем. Как вы пришли вместе к этой идее? Какой у тебя бэкграунд? Ты работал уже в IT? Почему именно такой вообще проект? С моим кофаундером мы знакомы со студенческих времен. Мы начали изучать программирование, создавая какие-то собственные проекты. У нас было очень много разных идей. Где-то три года назад мы опять вернулись к идее создания собственного бизнеса. И наш основной критерий был в том, что мы оба инженера, и мы бы хотели создать продукт, который позволял бы нам использовать лучшие стороны, которые у нас есть, соответственно, наши профессиональные качества. Поэтому это должен был быть технический продукт. Плавий является достаточно техническим продуктом, потому что это инструмент, у него очень много функций, которые нужно разрабатывать. И не нужно тратить много времени на контент, модерацию контента, набор каких-то изначальных. Например, классический пример, когда это marketplace, и тебе нужно сначала получить очень большое количество юзеров с одной стороны, большое количество юзеров с другой стороны. Мы решили не идти этим путем. И почему конкретно связанное с презентациями? И нам по работе, и мне, и ему нужно достаточно часто проводить презентации, особенно связанные с программированием, то есть представлять какие-то собственные проекты, которые вы разрабатывали, или какой-то функционал, или, допустим, учить джуниор-программистов, например. И мы достаточно большое количество презентаций проводим. И очень часто были такие ситуации, когда мы, может быть, подобрали хороший материал, но половина команды находится в другом офисе, они не могут приехать, но всем желательно было бы иметь возможность просматривать. Иногда были ситуации, когда кто-то из команд находился в офисе в удаленном, и там очень плохой интернет. И, допустим, у Google Meet есть функция, когда ты можешь стримить видео своего экрана, захватывать, но качество было достаточно плохое, потому что у тебя там плохое соединение с интернетом. А так как Ply не передает видео, то есть это намного более эффективный канал связи, там передается только аудио, и это очень оптимально. Когда мы начали изучать данный вопрос, исследовать, какие существуют проблемы, связанные с презентациями, мы увидели, что есть проблема внимания, есть проблема усваиваемости информации. Очень большое количество, если посмотреть, зайти на Google Trend, очень большое количество поисков, связанных с проведением онлайн-презентаций, интерактивных презентаций. Есть большое количество конкурентов, которые работают в данном направлении. У нас было свое видение, как решить эту проблему, мы решили попробовать. А как так получилось, что твой коллега остался в Украине, а ты переехал в Берлин? Есть в этом какая-то стратегия или это было просто спонтанное решение? Получилось так, что я в Берлин переехал еще до того, как мы начали создавать наш стартап. Очень большое количество разных причин было, почему мы решили зарелокититься. Мы подумали, что расстояние, по идее, не должно быть очень большой преграды к тому, чтобы начинать свое дело. Но есть также большое количество причин, почему мы не начали стартап делать в Украине. Даже банальное, что есть система интеграции платежных систем, называется Stripe. И банально она не поддерживает никаких украинских банков. Есть очень много примеров, когда компании страдают из-за того, что там нехватка финансирования, например. Либо наш инвестор, он не понимает еще, так как это понимают инвестора, например, в Германии, зачем вкладывать и как вкладывать правильно в IT-сферу. И на самом деле очень много коллег и друзей, которые начинали свои бизнесы, они также начинали открывать компании либо в Европе, либо в Штатах. Есть ли у вас вообще инвестор? Как вы стартанули? Инвестора у нас нет. Мы стартанули своими силами. Мы инвестируем собственное время. Работают ли какие-то фонды уже с вами, или вы с какими-то фондами, наоборот, работаете? Как система в Германии, она отличается от Украины? Да, очень сильно отличается. На самом деле я не знаю настолько хорошо, если так можно выразиться, как вся система работает в Украине, потому что интересоваться я начал вопросом инвестиций здесь, в Германии, поэтому я здесь больше знаю инструментов или подходов, как вообще получить инвестицию. Но я знаю точно, что объем инвестиций в Украине намного меньше и намного сложнее, и, скорее всего, инвестор также будет иностранным. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про структуру инвестиций здесь, в Германии. С кем вы уже работаете? Кто вам помогает в развитии? Мы находимся на таком этапе, когда нам нужно принять решение о том, хотим ли мы инвестор или нет. Но для того, чтобы выйти на уровень, который позволит нам получать конкретные предложения, также предлагать свою компанию, нам нужно чуть больше времени. Запустились мы буквально полтора месяца назад. То есть, соответственно, нам нужно больше активности, больше пользователей, так называемый traction. Эти цифры, они позволят нам потом, соответственно, обращаться к инвесторам. А сколько у вас сейчас пользователей, клиентов? На данном этапе у нас около 50 пользователей. Способов получить инвестора достаточно много. Все зависит от того, насколько хорошая идея, в какой она области. В Берлине есть несколько специализированных инвесторских фондов. То есть, там есть Sunstone, который специализируется на финтеке. Как еще раз? Sunstone. Но я, насколько знаю, они сделали недавно ребрендинг, поэтому там может быть другое название. Есть также стартап-акселераторы. Скорее всего, это, наверное, самый простой способ. Если у вас есть хорошая идея, даже на стадии идеи, вы можете обратиться в такой стартап-акселератор, который позволит получить первую инвестицию. В зависимости от какого стартап-акселератора, это разные суммы денег. То есть, там может быть, не знаю, 50 тысяч, может быть 60 тысяч, может быть больше. А в каком акселераторе вы, по-моему, находитесь? Мы сейчас не находимся ни в каком акселераторе. Единственное, что мы недавно были приняты в стартап-школу от Y Combinator. Это американская компания, стартап, которая большой такой акселератор, который занимается большим количеством компаний. У них есть стартап-юникорны, то есть он считается одним из лучших. И у них есть дочернее предприятие, которое называется стартап-школа. Там, в принципе, нет большого количества ограничений, то есть кто хочет, может туда поступить. По окончанию этой школы можно получить инвестицию в размере 15 тысяч долларов. Но все зависит от того, какая у вас идея, насколько эта идея scalable, то есть насколько она может быть масштабной, да? Какой потенциальный может быть рынок, может ли она быть многомиллиардной компанией. Какой процесс? 6 месяцев, 3 месяца, год? Нет, эта программа рассчитана на 10 недель, и вся основная ее суть в том, что вас связывают с другими фаундерами других стартапов по вашей вертикали, в подобных областях IT, в которых вы работаете, в сферах. Там есть учебные материалы, лекции, которые выходят каждую неделю, есть возможность учиться, учиться строить бизнес, улучшать свой продукт. В общем, там рассматриваются все аспекты касательно стартапа. То есть это бесплатно, абсолютно бесплатно. Что нужно для этого? Нужно просто подать свою идею? В какой форме? В презентации? Там есть онлайн-форма, в которой вы можете ответить на вопросы. Там есть целый ряд вопросов, связанных с вашим стартапом. То есть это каворкинг? Туда можно приходить каждый день, там работать или как? Нет, это абсолютно онлайн. Они не предоставляют никаких локаций, потому что люди участвуют со всего мира. И также есть очень высокая вероятность того, что на групповых сессиях, которые проводятся онлайн, каждую неделю вы можете также пообщаться с фаундерами из Америки, из Африки, из Европы, из разных стран. В этой школе вас коннектят, то есть вы знакомитесь с другими стартапами из примерно твоей же сферы. А есть такое чувство, что какие-то стартапы могут в дальнейшем конкурировать с тобой. И вообще, как выглядит рынок? Мы немного уже поговорили об этом. Может быть, ты сможешь развернуть? Ни на одной из групповых сессий не было ни одного стартапа, который бы напрямую... Мы были бы конкурентами. Не совсем уверен, насколько это хорошо или плохо, потому что есть такое как бы правило, что очень хорошо, если у твоего стартапа есть конкуренция, значит, это проблемная тема, и очень много людей хочет ее решить. В целом по стартап-школе есть около 40 компаний, с которыми мы потенциально сможем конкурировать, но из-за того, что большинство из них находится на начальном этапе, и также больше половины из них занимаются конкретно сферой построения самой презентации, а не процессом презентирования, поэтому это тоже непрямая конкуренция. За последних, наверное, несколько лет во время презентации мы заметили такую особенность, что очень часто презентация может быть короткой и интересной, но сессия вопросов, ответов, которые происходят после самой презентации, она может быть даже намного интереснее, чем сама презентация. И мы очень часто видели такие ситуации, когда кто-то из аудитории скажет, а записывалась ли эта презентация? Потому что такая вот такая вот очень интересная дискуссия. И Плави, так как Плави делает это по умолчанию, то вся эта информация, она сохраняется, ее можно будет в будущем просмотреть. Таким образом, каждый уникальный аспект каждой презентации, потому что она уникальная, по-своему, потому что аудитория отличается, вопросы разные, ответы разные, она будет сохранена, и таким образом будет нести очень большое количество ценностей. Ты рассматриваешь вариант интеграции вашего продукта в более крупный какой-то проект? Или вы хотите больше продолжать развивать платформу самостоятельно? На данном этапе мы хотим развивать платформу самостоятельно. Мы также надеемся, что через некоторое время, когда у нас получится закончить этап создания удобного инструмента для презентеров, мы также начнем создавать некий marketplace, место, в котором ты сможешь найти контент, презентации, который тебе интересен. Какая у вас целевая аудитория, и как вы планируете развивать продукт? То есть это более B2B или B2C? На данном этапе у нас нет конкретной аудитории, то есть мы ее еще ищем. По сути, платформа может пользоваться кто угодно, и школьник для проведения презентации в классе, и программист для проведения презентации, либо также автор, который презентует свою книгу и ездит по всей стране. Касательно B2B или B2C? На данном этапе мы больше ориентируемся на B2C, consumer market, то есть на пользователей, на людей, а не на компании, потому что изначально наша цель была помочь всем презентерам, вне зависимости от того, это бизнесмен или это школьник, лучше презентировать, подавать свою информацию для того, чтобы или лучше аудитория понимала. Есть, конечно, очень большое количество советов, например, стартап-школы, которые говорят о том, что может быть нам для того, чтобы получить больше прибыли, стоит подумать о том, чтобы начать развиваться в сторону бизнесов. И мы также рассматриваем этот вариант чуть позже, то есть мы хотим все-таки попробовать развиться в том направлении, в котором мы начали, то есть для всех пользователей. Потом, если будут некие проблемы, и это, в принципе, нормально, я очень много знаю компаний, которые начинали как B2C product и со временем переводились на B2B, может быть, так же будет и с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok